Никола-Сольбинский монастырь в Ярославской области продолжает старинные традиции промыслов и изделий, издревле существовавших при женских обителях. В монастыре открыто пять мастерских – керамическая, вышивальная, швейная, пряничная и мастерская по изготовлению мыла и натуральной косметики. Наши коллеги подготовили сюжет о сольбинской керамике. В прошлом году этим изделиям был присвоен статус народных художественных промыслов Ярославской области. Никола-Сольбинский женский монастырь расположен в центре Золотого кольца России, средоточии духовной и художественной культуры нашей страны. Занятия народными промыслами традиционны для Ярославской области, в частности, для Переславской земли. Различные виды промыслов и рукоделий сопровождали женские монастыри на всем протяжении их истории. Помимо изготовления икон и церковной утвари, монастыри занимались художественными промыслами, создавали изделия декоративно-прикладного искусства. Никола-Сольбинский монастырь подхватил творческую эстафету края, возрождая старинные традиции. Керамическая мастерская при монастыре появилась в 2011 году. Сейчас она активно развивается, постепенно сформировался свой узнаваемый стиль. Если речь заходит о керамике, многие представляют гончарный круг. Но керамика бывает разная. В Сольбинской мастерской ее изготавливают методом шликерного литья полуфарфора в гипсовые формы. Изделие проходит три высокотемпературных обжига. Поверхность изделия покрывается ангобом, декорируется, расписывается керамическими глазурями. Фон – глубокий шоколадный оттенок. А красота окружающей природы монастыря и мотивы русских орнаментов определили основное направление росписи Сольбинской керамики. В мастерской создаются самые разнообразные изделия – посуда, предметы интерьера, церковный утварь, сувенирная продукция. Сольбинская керамика неизменно получает высокую оценку на выставках декоративно-прикладного искусства. И в 2023 году изделием Сольбинской керамики был присвоен статус народных художественных промыслов Ярославской области. В условиях современных вызовов Запада русской культуре популяризация традиционных художественных промыслов среди всех слоев населения, особенно среди молодежи, видится чрезвычайно востребованной. Сохранение культурного кода – это задача государственной важности, выполнение которой невозможно без обеспечения преемственности, профессиональная ориентация молодого поколения на занятия промыслами, создание системы профессионального образования и обучения при производствах и мастерских. Вот почему в Первом православном колледже при Николас-Ольбинском женском монастыре открылась специальность декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. С первого курса наши студентки попадают в учебно-производственные мастерские монастыря, где под руководством сестер и мастеров производственного обучения осваивают базовые навыки выбранной профессии. Рукоделие в монастыре всегда сопровождается молитвой. Сестр прославляет своим трудом Христа, вкладывая в каждое изделие не только мастерство, но в первую очередь труд души, обращенный к Богу. Только при таком настроении результаты трудов освещаются и впитывают в себя благодать, которая остается в них на все времена и придает неповторимую ценность всему, что изготовлено в монастыре.